здравствуйте друзья вот вопрос нам задают небольшой известно что каждая профессия рано или поздно накладывает заметный и порой неизгладимый отпечаток на личность человека себя ей посвятившего михаил будьте добры расскажите какое влияние на личность характер и здоровье человека оказывает профессия тестировщика программного обеспечения в первую очередь интересует профессиональные вредности конечно пока да ну вы знаете чё я вот когда стал этим заниматься школы не не столько вот тестирование сколько школы я частенько вспоминаю как пословица богов выражение такое я не знаю как правильно назвать выражение с суконным рылом в калашный ряд то есть я его знал всегда будучи как бы носителем русского языка но в определенном смысле я начал это понимать вот когда начал школой заниматься потому что люди идут какую-то профессию и вот они или смотрятся нормально или не смотрятся нормально еще до того как он учиться начал знать тут как-то органично вписывается неорганично вписывать вот знаете вот приходите на рынок да и там на базар и там стоят булочники ну калашники да вот этим стоят калашники мордатые краснорожие такие бугаи там и в муке в белых этих фартуках своих вот они так и рядом суконщики вот он сидит там в подвале там каждый второй чахоточный и вот они там бледные несчастные вот это сучат значит и ну конечно если суконным рылом его поставить среди калашников он будет резко выделяться то есть это пример того как профессия накладывает отпечаток там на на внешний вид на может быть настроение там и так далее но есть ведь и обратный процесс обратный процесс состоит в том что не всякий человек может быть калашником не всякий человек может быть суконщиком не всякий человек может быть программистом или архитектором или водителем и так то есть все таки есть обратное влияние вот человек вот с этими качествами выбрал вот эту профессию он может выбрать не свою профессию да он просто несчастный в ней человек отдельная категория но если мы говорим про тестированием то я бы сказал что это скорее качество человека определяют что он стал там тестировать программное обеспечение нежели например как-то каким-то чудом на него упала эта профессия а дальше эта профессия его как-то формирует то есть я в я бы такого не не сказал это я считаю что это обратный процесс то есть мы мы живем в таком обществе где мы выбираем профессии то есть скажем не знаю там 300 лет назад если вы родились бы там в семье гончара да и вы точно также там горшки бы крутили как и он у вас не было бы выхода никакого вот ну или в там солдаты бы пошли я не знаю сейчас свободный мир такой вы становитесь тест тестером вот допустим у нас тут и в россии и украину где угодно почему человек становится тестером причем это как правило люди с высшим образованием у них уже есть высшее образование но почему-то они не хотят быть в той профессии хотят быть в этой потому что они по своим качествам не соответствуют вот той профессии которые откуда на них упала или по деньгам или еще почему-то социальное окружение среда может быть это им не нравится поэтому если мы говорим про вредности но это офисная работа человек сидит на стуле и перед монитором значит он практически ничем не отличается по вредности от секретарши например она тоже сидит на стуле и она тоже за клавиатурой целый день и она сидит перед монитором я бы так там конечно у человека который тестирует или там программирует больше денег чем у секретарши поэтому этот человек может себе позволить поддерживать здоровье лучше чем секретарши то есть он может там я не знаю массаж какие-то поездки диета он может питаться там более хорошей едой там и так далее если хочет у него возможности материальных возможностей больше следить за здоровьем а так чтобы вот вредность я даже не знаю одно время говорили что люди которые за клавиатурой сидят вот этот вот синдром начинают кисти болеть там и так далее сейчас говорят что это не связано я читаю совершенно как бы неправильное было представление это не профессиональная болезнь там и так далее вот я последних новостей не знаю но помню что вот был был такой был такой разговор чтобы оказывается дело не в этом так что ну ну конечно если вы в целом сидите у компьютера целый день еще так голова вас повернутые вы там вот так сидите или там еще как-то вот позиция осанка если вы скажем вместо чтобы 10 пальчиками печатать там по одному фигачите и соответственно вас там но если вы просто печатаете то одно если вы перепечатываете там оттуда сюда оттуда сюда вас аккомодация глазной мышцы все время вот такая вот и вы можете со зрением проблемы иметь и так далее то есть это не связано с тем что он тестировщик так что я бы не я бы не сказал что профессиональная вредность для тестировщика чем-то отличается вот от программиста или секретарши но может быть знаете что я считаю что программиста стресса больше вот работа сама по себе более стрессовая у тестера более стрессовая чем у секретарши секретарша отработала и пошла а тестер все-таки он может очень много овертайма сидеть это легко бывает и может быть он мозги там больше нагружать не каждый я вас уверяю есть такие тестеры что и вы нагружать особо помолчим вот но хотя в любой профессии есть люди которым нагружать совершенно нечего это не значит что они здоровые кстати совершенно не значит в общем такой вот мой ответ счастлива какой то есть а а а и и и и